Добрый день дорогие друзья! Категорически вас всех приветствую и сегодня появилась более менее конкретная информация по новому режиму, который будет добавлен в игру Identity 5. Этот режим носит название Черный Джек, либо же Black Jack. В принципе по названию можно понять примерно суть игры. Да, мы будем собирать карточки до 21 очков и кто переберет, тот проиграет. Итак, давайте перейдем непосредственно к самой игре и что мы здесь видим. Изначально мы выбираем двух себе персонажей. Одного охотника и одного маньяка. Как видите режим рассчитан на пятерых человек. Все мы здесь сидим такие крутые на стульчиках. Я понимаю мы здесь можем или не можем сделать билды, но скорее всего можем. То есть когда выбираем персонажа, само собой выбираем билд, выбираем перк для нашего охотника и после этого, как только проходит все время ожидания, быстренько отправляемся непосредственно в игру. Сейчас данный режим доступен только на тестовом китайском сервере в определенное время. Поэтому все что имеем, то имеем. Сами поиграть пока к сожалению не можем, поэтому используем чужие видео. По крайней мере здесь мы сможем откомментировать вообще все происходящее и понять насколько этот режим будет нам всем интересен. В принципе если его сделают так же как и 2 на 8, возможность играть в кастомные игры, то это будет очень интересным дополнением для наших развлечений на стриме. Ну а если он будет как обычно, только в определенное время, то будет грустно. Начинаем игру. Как видите перед нами стоит джек и выдает нам по одной карте. Каждая карта имеет свое числовое значение и прибавляется она к нам. Как видите нам дали вальта. Валет это единичка и мы начинаем с единички, с одного очка. Далее у кого более крупная карта попадает, становится охотником. Как видите это стал вот первый чувачок, у него появилась красненькая шапочка. Это значит то, что он в данный момент будет играть за маньяка. Его задача найти выжившего и положить его. Вот видите положили. И после этого маньяк, когда поднимает сурва, передает ему одну карточку из своих. То есть в принципе типа делает так, чтобы он перестал быть маньяком. Как видите он передал нам одну карточку. У нас стало 6 очков, так как он нам отдал пятерку. И после этого заканчивается раунд. Каждый раунд длится 120 секунд. После этого рядом с нами появляется опять-таки джек. Опять он выдает всем по карточке и дальше игра продолжается. Дальше опять 120 секунд. Но как видите так как у нашего персонажа, за которого мы сейчас играем, 8 очков. И это оказалось больше всех, у кого есть в данный момент в игре. И мы стали охотником. Мы останавливаемся на 10 секунд. Это дает нам время, чтобы... Это дается время для того, чтобы сурвы, которые находились рядом с нами, то есть ну тот же самый охотник, который нас только что поймал, мог убежать куда-нибудь в сторонку. Все, время пошло. Мы гонимся за ним, за кем-нибудь, чтобы как бы иметь возможность передать ему нашу карточку. В этот момент остальные сурвы занимаются тем, чем больше всего всем нравится. Это декодировать. Для чего декодировать? Как видите, под очками находятся фишечки. Эти фишечки как раз-таки настакиваются, зарабатываются в тот момент, пока вы делаете какие-то полезные действия. Декодируете, хилите, ну и всякое подобное. За эти фишечки можно покупать дополнительные карты. Эти карты могут работать по-разному. Есть карта «Подсмотреть карты союзников». Давайте посмотрим. Случайно выбирается карта, которую мы отдаем. Как видите, отдали единичку, потому что в противном случае мы бы отдали более крупную карту. Мы получили определенное количество фишечек. Получаем еще одну карту. И у меня есть подозрение, что мы, скорее всего, так и останемся маньяком. Видите, все разбегаются в разные стороны. И... Нет, не мы теперь, маньяк. Давайте продолжим дальше. Какие бывают карточки, по крайней мере, которые я видел. Первая самая карточка — это «Подсмотреть», какая карта есть у какого-то из наших союзников. Вторая карта — это «Поменяться картой». Вот причинно-следственная связь, какими картами можно меняться. Либо это случайные карты, либо это определенные карты. То есть там, скорее всего, поменяться максимальные карты, поменяться минимальные карты, поменяться карты в закрытую. Именно режим, в отличие от всей игры, которая построена на том, что сурвы играют вместе, а маньяк играет против них, здесь каждый играет сам за себя. То есть ваша задача — выжить, потому что выигрывает здесь только один игрок. Так вот, как только наше количество очков уже начинает подходить к числу 21, начинается критическая ситуация. Если кто-то из игроков собирает 21 очков, то это значит, что если он проживет один раунд, то он выиграет. Замечательно, замечательно, но все не так просто. Чаще всего за этим чуваком начинает гоняться маньяк и пытаться надавать ему карты. Потому что если на момент прихода черного джека, блэк джека в начале раунда у вас будет больше 21 очка, то вы автоматически проигрываете. Вот видите, нам пришлось 7 очков от бедного наемника, 17 очков. В данный момент мы находимся достаточно в опасной ситуации, потому что почти все карты числовые, которые могут к нам прийти, они перевесят наше значение. Но если джек выдаст нам карту и у нас за счет последней карты станет больше, то есть, допустим, до начала раунда у нас было 17, приходит джек, дает нам пятерку, у нас становится 22 очка, то в этот раунд мы становимся охотником, хотя у нас овердро. Видите, здесь карты есть до 400 в стоимость. Видимо, тут есть какие-то прям просто отдать, можно какие-то забрать наоборот у противника, можно, чтобы 21 очко себе добрать. В общем, разнообразная вариация. Вот, и у вас будет последний шанс поймать кого-нибудь. То есть, как только вы перебрали, вы стали охотником и вот последний шанс кого-то поймать и с возможностью просто отдать ему карту и с надеждой, что ваше количество очков станет меньше, чем 21. Так, очередной раз приходит джек. Посмотрим, какую карту нам дадут. И нам дали единичку. Вот. Как видите, справа наверху у одного из персонажей появилось 21 очко. Это значит, что сейчас, скорее всего, охотник будет гоняться за ним. Потому что персонаж, у которого 21, по-моему, не может стать охотником. А, и плюс к тому же, он нам подсвечивается. Да, он нам подсвечивается. То есть, вот видите, он там бежит, значит, за ним сейчас будет массово гоняться. Мы можем купить себе две карточки. Вот видите, мы сейчас вот будем просматривать карты, которые у нашего противника. Вот видите, его сразу же поймали. Карточки одноразовые. То есть, видите, мы вот сейчас вот будем его подсвечивать. А, нет, мы не можем использовать карточку, когда его положили. Окей, окей, окей. И по поводу предметов. Количество предметов, которые персонажи могут использовать в каждом раунде, ограничено. То есть, допустим, вот видите, парфюмер начинает каждый раунд с одним парфюмом. То есть, каждый раунд вы можете использовать парфюм. Ого! Минус трое сразу же. То есть, трое чуваков перебрали карты. К примеру, танцовщица начинает с одним, с одной машинкой, с одной шкатулкой каждый раз может ее получать на начало раунда. То есть, тут можно смело использовать свой парфюм и не бояться то, что он будет... Вот видите, у обоих 21 очко и один из нас стал сразу же охотником и один стал сурвом. То есть, тот, кто победит в данный момент, то есть, и последний раунд, как видите, он более короткий. Он 60-секундный, в отличие от предыдущих раундов. Оп! И сразу же даем хит через окно. Точнее, не через окно, через стенку за счет рипера. И... Нет. Получилось. Победа! Поздравляем нашего чувака, потому что мы побеждаем. Мы отдаем ему одну карту и тем он сам перебирает. А мы... Хоть у нас остается меньше, не 21 очко, но в любом случае мы побеждаем. Вот такой вот будет режим. Я очень надеюсь то, что он будет введен на постоянку для возможности в кастомном моде, а не только вот такой, таким вот фановым режимом. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам это понравилось. Поставьте лайк и напишите об этом своим друзьям. Ну и само собой напишите ваше мнение по режиму. Большое спасибо. Пока-пока. Я chiar rank. Также если у нас будет это пр daytime Five,ェрра. Пока-пока. Пока-пока.